Лучшие спикеры, лучшие профессора, высшая школа экономики, лидеры бизнеса будут говорить о том, что нас ждет в будущем. А также академические руководители магистрских программ будут представлять свои программы для абитуриентов. Когда вы задумываетесь о будущем, когда вы думаете о том, что нас ждет в будущем, об этом весь июль мы говорим. А сегодня я презентую трек магистрской программы управления инвестиционными проектами. Я Шпилова Наталья. И сегодня с нами два спикера и менеджер программы Екатерина Кагарманова. Хочу представить вашему вниманию Владимира Малахова, кандидата экономических наук, вице-президент Национальной палаты инженеров. И сегодня он нам расскажет, как информационное моделирование, как фактор эффективности инвестиций в строительные проекты, как эффективно. Ну, сегодня все эти подробности расскажет сам Владимир. И также у нас сегодня с нами ведущий преподаватель высшей школы экономики Габриелов Александр, кандидат экономических наук, доцент. Он расскажет о том, как цифровизация в управлении проектами и рисками влияет на будущее профессии проектного менеджера, и в том числе, как это отразится в нашем учебном процессе. В процессе нашего сегодня вебинара вы можете задавать вопросы. Эти вопросы все мы видим, готовы будем ответить на любые ваши вопросы. Ну, и я хочу сказать о том, что 16 июля у нас будет дополнительно еще трек, связанный с прямой коммуникацией с абитуриентами. Мы будем рассказывать, как поступить на нашу программу, как подготовить портфолио. Но это чуть позже. А пока я слово передаю Владимиру Малахову и ваша презентация. Часто я слышу такую дискуссию о том, что управление проектами – это на сегодня самый эффективный способ управления вообще бизнесом. Но, с другой стороны, те, кто в процессном менеджменте, говорят о том, что процессное управление эффективно и вечный спор. Вот ваша профессиональная точка зрения на эту тему. Что скажете? Дорогие друзья, добрый день. Я, в общем-то, больше практик, наверное, чем академический преподаватель. Поэтому я скажу свое мнение благодаря своей долгой практической работе. Ну, по крайней мере, точно нельзя говорить, какая рука вам важнее – правая или левая. Наверное, для левши важнее левая, для правши – правая. Точно так же и в бизнесе. Если это проектно-ориентированный бизнес, то для него важнее проектное управление. Если это процессно-ориентированный бизнес, то есть, когда финансовый результат формируется на основании какого-то производственного процесса, то, наверное, для него важнее процессные задачи и правильное бизнес-процессы. Но говорить о том, что лучше – это, в принципе, по-моему, неверная постановка вопроса, поскольку как в проектном бизнесе, так и в процессном присутствуют и проекты, и процессы. Вы сами прекрасно знаете, что классика проектного управления содержит порядка 49 или 50 типовых процессов в управлении проектами. То есть, как можно сказать, что важнее? Конечно, важнее и то, и другое. Главное – понимать, а, уровень зрелости тех или иных управленческих, ну, скажем так, методик. Второе – подготовленность персонала для их восприятия. Вот это самое важное. Спасибо. Если есть бизнес, всегда есть проекты. Соответственно, нужно уметь ими управлять. Передаю вам слово. У вас прекрасная презентация. И с радостью послушаю ваш доклад. И если у меня возникнут вопросы, я, наверное, имею право вас перебить и задать вопросы, если это возможно. Я тогда включаю презентацию? Да, включайте демонстрацию экрана. Коллеги, напоминаю, что вы можете в прямом эфире задавать вопросы нашим спикерам. Напомню, что сейчас мы говорим, и у нас Владимир Малахов говорит о практике применения инвестиционных проектов в строительстве. Также второй спикер у нас – Габриелов Александр, наш ведущий преподаватель. Риски и управление проектами. И менеджер программы Екатерина Кагарманова с нами. По организации учебного процесса тоже можно задавать вопросы. Владимир. Дорогие коллеги и дорогие друзья, я надеюсь, что мы будущие коллеги точно. Разрешите мне буквально в течение небольшого времени попытаться вам объяснить, как информационное моделирование связано с инвестиционной деятельностью, и почему сегодня эти вещи нельзя разорвать, почему сегодня это настолько важно, что практически является основополагающим критерием эффективности будущих инвестиций. Я по большей части говорю, естественно, о реальных инвестициях, то есть поскольку это строительство, создание зданий и сооружений, то я буду и говорить об информационном моделировании в строительстве, хотя, в общем-то, такая немножко фраза, значит, информационное моделирование можно применить к любым областям. Как сегодня сложилась ситуация? Сегодня сложилась такая ситуация, что если вы поговорите с рядом экспертов строительной отрасли, то может появиться ощущение, что информационное моделирование – это удел проектировщиков, ну, в лучшем случае, изыскателей. Еще это может быть удел, значит, тех, кто занимается, собственно говоря, строительством, значит, строительный контроль, технический надзор, проверка качества выполненных работ, материалов и так далее и тому подобное. В общем-то, я сегодня должен опровергнуть это, в общем, достаточно устойчивое, значит, заблуждение, поскольку на самом деле информационное моделирование в общем и целом нужно а. инвестору, б. заказчику-застройщику, с. всем тем финансовым институтам, которые сопровождают проект и которые ждут от него результата, включая и государственного заказчика. Почему это так важно? На сегодняшний день мы, как специалисты в области инвестирования в создание объектов недвижимости, вынуждены так или иначе заниматься тремя ключевыми направлениями инвестиционного анализа. То есть, когда мы реализуем проект, мы занимаемся анализом эффективности проекта, при этом, когда мы реализуем инвестиционно-строительный проект, мы волей-неволей говорим о создании эффективного объекта недвижимости, либо это называется недвижимый актив. Под активом мы понимаем любой имущественный объект, который на протяжении своей экономической жизни способен приносить вот или иной доход. Ну и, наконец, собственно говоря, и проекты актив могут стать частью бизнеса. И при этом сам бизнес может быть весьма неэффективен. То есть, у нас эффективный проект, эффективный актив, а вот бизнес почему-то убыточный. Связать эти три сущности, я бы сказал, ключевые сущности инвестиционной деятельности, сегодня призвана та самая информационная модель объекта недвижимости, о которой много говорят уже лет 10. И моя задача, разумеется, очень поверхностно, очень быстро рассказать, что такое информационная модель и почему она так важна для инвесторов, которые пока этого, к сожалению, не понимают. Я должен сказать, что вот сегодня, общаясь с банкирами, со страховщиками, я уже наблюдаю тенденцию к желанию увидеть ту самую информационную модель. Некоторые банкиры говорят о том, что покажите нам, пожалуйста, трехмерную модель, мы бы хотели понять, какие процессы и какие материалы и какие работы были выполнены при реализации. То есть, правильные вопросы уже задаются, а я надеюсь, после вашего обучения специалистами, понимающими важность информационной модели на 100%. Итак, первый слайд у меня, он обычно такой вводной, потому что надо обязательно показать разницу между автоматизацией каких-либо бизнес-процессов и либо строительной деятельности и, собственно говоря, информационным моделированием. К сожалению, сегодня очень часто одно подменяют другим. Автоматизация предполагает использование компьютерной техники, ну, каких-то программно-аппаратных комплексов, которые помогают упростить, либо частично математизировать каким-то образом, упростить текущие бизнес-процессы. Информационное моделирование предполагает совершенно иной подход. Вообще, у нас очень часто используется термин технологии информационного моделирования, а это говорит о том, что мы меняем сам сущностный подход к реализации бизнес-задач. Ключевыми отличиями именно информационного моделирования от автоматизации, то есть, скажем так, насильного внедрения всех видов программного обеспечения, это и есть автоматизация, но это ни в коем случае не информационное моделирование. Ключевыми отличиями можно считать. Я про все говорить не буду, я про ключевые скажу. Значит, во-первых, разумеется, коллаборативное взаимодействие всех участников либо проекта, либо жизненного цикла актива, либо жизненного цикла бизнеса, связанного с недвижимостью в этом проекте. Иными словами, информационная модель, если говорить о ней с точки зрения определений, это наследуемая, очень важное слово, наследуемая совокупность электронной информации об объекте недвижимости. Разумеется, эта информация должна быть взаимосвязанной, структуризированной, кодифицированной, которая позволяет эффективно управлять объектом недвижимости на всех этапах жизненного цикла. Вот когда мы информационную модель восприняли так, то мы сразу увидели, что и проект является частью, вот здесь справа вверху как раз показана такая картинка, показан жизненный цикл объекта недвижимости, там написано BIM в развитии. Разумеется, у нас есть такое понятие, как PIM, это Project Information Model, то есть информационная модель проекта. Вот там буквочка И стоит, это иницифирующий проект, который создает объект недвижимости. Разумеется, на этапах жизненного цикла каждый объект недвижимости может переживать, ну скажем так, от 3-5 до 20-30 изменений. И каждое из этих изменений, это по сути дела тоже инвестиционный проект, то есть каждый объект недвижимости переживает несколько проектов и в процессе жизненного цикла может быть то активным, то пассивным, то активным, то пассивным. Актив это тот, кто генерирует прибыль, пассив это тот, кто потребляет текущее финансирование без генерации дополнительной прибыли. Таким образом, сам объект недвижимости в процессе своей жизни может менять свою стоимость несколько раз. Он может оцениваться и как актив, он может оцениваться и как пассив, но при этом любое желание его изменить, то есть провести работу по редевиламенту, реинжинирингу, реконструкции, перевооружению, переоснащению, даже переналадке оборудования или изменение состава оборудования, изменение состава технологической оснастки. Все это инвестиционные проекты, которые могут либо актив сделать более дорогим, повысить его ценность, повысить его значимость инвесторов, либо могут его сделать пассивом. Таким образом, все эти три сущности, благодаря информационному моделированию, именно вот этой базовой задачи, перевязываются в один единый узел, и на каком бы мы этапе жизненного цикла ни находились, мы можем спокойно совершенно сказать, сколько сегодня стоит актив, какие затраты нужны для того, чтобы еще один проект реализовать с учетом предыдущих работ и сделать его еще более эффективным, либо как его эффективно вывести из эксплуатации и забыть о нем навсегда. Второй фактор, который, разумеется, очень важен для информационного моделирования, вот он здесь под цифрой 2 стоит, это фактор интероперабельности, адаптивности и наследуемости. Про наследуемость я уже сказал, информационная модель – это такая совокупность электронной информации, которая должна быть доступна всем через 10 лет, 20 лет, 30 лет. Даже следующие поколения должны открыть этот электронный паспорт объекта объективности и узнать всю его историю, вплоть до того, какие проектные решения принимались, то был инициатором принятия этого проекта решения, чем он мотивировал свой выбор до всех тех участников, которые его реализовывали. То есть конкретный сварщик варил шов, конкретный монтажник монтировал оборудование, какая компания за что отвечала, плюс все, разумеется, финансовые и прочие аспекты деятельности, жизни этого объекта недвижимости. Так вот, для того, чтобы мы могли спокойно информационную модель открыть через 10, 20, 30 лет, имеется такой термин, как интероперабельность. Интероперабельность – это способность файлов, которые вы сохраните в информационной модели, открываться не в нативном, то есть не в родном программном обеспечении. По сути дела, мы говорим о том, что если вы, например, в Autodesk создали информационную модель, по каким-то причинам через 10 лет Autodesk прекратил свое существование, его программное обеспечение не обновляется, не актуалитируется, апгрейд не производится, то может случиться такая ситуация, что вы больше не сможете открыть этот файл через 10, 20, 30 лет. Это значит, что нам придется, по сути дела, создавать его заново, что, собственно говоря, сегодня и происходит. Так вот, для того, чтобы этого не произошло, сегодня институт, который занимается исключительно вопросами интероперабельности между разными видами программного обеспечения. Этот институт называется Building Smart International. Это международная организация, которая занимается формированием стандартов Open BIM, то есть открытых стандартов BIM, технологий, которые позволяют один и тот же файл открывать в различных программных продуктах и, по сути дела, использовать разные программные обеспечения для одинаковых файлов. Я не буду в детали IT-технологии вдаваться, у нас на это не придется, к сожалению, но вот этот термин должны знать. Адаптивность подразумевает, что мы можем спокойно все те файлы, которые созданы в различном бюро, например, сегодня информационная модель может содержать до 20 совершенно разных файлов, созданных в разном программном обеспечении. Это и инвестиционные программы, которые занимаются расчетом стоимости. Это и программы, связанные с изысканиями, то есть геоинформационные системы и правила, которые ими созданы. Разумеется, это все практические редакторы, которые создают так или иначе лучшие виды тех слоев будущего объекта недвижимости, которые существуют на сегодня. Например, кто-то хорошо делает механику, кто-то архитектуру, кто-то делает инженерные сети, кто-то делает электрику, сантехнику, вентиляцию, кондиционирование и так далее. Если мы захотим это все собрать в единый трехмерный проект, то, конечно, нам нужно, чтобы адаптивность и связываемость файлов была обеспечена. Это тоже один из факторов информационной модели, которую, к сожалению, сегодня многие проектировщики никак не слышат. Ну и, наконец, важнейший фактор создания информационной модели – это возможность изменять эту модель в будущем, даже если то программное обеспечение, в котором оно создавалось, больше не поддерживается никем. Наша задача как раз заключается в том, что мы, объединяя через IFC стандарт, я специально это назову, но не буду углубляться, объединяя в так называемой федеративной информационной модели, в объединенной информационной модели, можем изменить в будущем, провести ремонт, реконструкцию, значит, посмотреть, какие были содержания конструкции внутри и провести, соответственно, принять соответствующее решение с точки зрения изменения и обновления, реновации будущих зданий и сооружений. Именно поэтому инвестор, который сегодня, я перейду на то, что это как раз инвесторы вашего поколения, он первым делом будет задавать вопрос, а покажите мне, пожалуйста, информационную модель, я хочу увидеть это здание в трехмерном изображении, и самое важное, я хочу узнать, почему принимали, здесь как раз показана та ситуация, о которой я говорил на этом слайде, что мы должны перейти из влево-вверху, шикарная картинка, которая показывает, как сегодня реализуются инвестиционные строительные проекты, значит, мы вот такую комбинацию называем набор, значит, мультидуальный набор коммуникаций, то есть большое количество коммуникаций друг с другом, которые, естественно, в мере перехода от одного сотрудника к другому теряют свой смысл и теряют свою сущность. Нам нужно перейти вот здесь, в правом нижнем углу, как раз-таки коллаборативное взаимодействие в одной информационной модели, когда каждый участник моделирования, вне зависимости от сроков, вне зависимости от роли, видит, что происходит сегодня с информационной моделью, почему те или иные изменения были внесены, может свое мнение по этому поводу высказать, а может быть даже наоборот, его мнение будет решающим. И в любом случае, обеспечивается длинный поток получения информации. Здесь очень хорошая связка будет как раз с инвестиционным бизнесом. Почему? Потому что инвесторы очень хорошо понимают важность одномоментного получения информации с рынка. Одномоментного – это значит, что все изменения ситуации на рынке увидели одновременно и, соответственно, исходя из соображений рациональности и целесообразности, приняли соответственно решение. Вот здесь полный аналог такой же деятельности, поэтому инвесторы эту ситуацию должны воспринимать правильно. Если все участники проекта, все владельцы, все собственники, все стейкхолдеры, инвестиционные недвижимости одновременно видят изменения в проекте, то они соответствуют правильным инвестиционным решениям. Я надеюсь, я буквально быстро так вот попытался объяснить важность информационного мотивирования. Надеюсь, что вас это заинтересует. Если показалось сложно, прошу прощения, но это очень интересная область деятельности, и я уверен, что все те, кто будет заниматься инвестиционной деятельностью, будут обращаться к нам и к другим специалистам в области информационного моделирования только для того, чтобы правильно принять инвестиционные решения. Будущее эффективных инвесторов только с информационными моделями зданий и сооружений. Спасибо за внимание. Я вроде бы уложился, да? Да, спасибо. Интересно, такая наша коллаборация виртуальная, она вот прямо у нас сегодня в прямом эфире и в действии. Это хороший пример именно вот одновременного взаимодействия. Все понимают, слышат и решают. Да, и вот как раз создание единой информационной модели, наверное, это мега сейчас глобально и актуально, то, о чем вы говорили. У меня к вам один вопрос такой возник, профессиональный. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как все-таки, на ваш взгляд, вот с точки зрения практики, оценить эффективность инвестиционного проекта по финансовым, не финансовым показателям, если очень коротко, вот какими-то такими поинтами главными, можете сказать? Да, да, конечно могу. Эффективность проекта определяется степенью удовлетворенности стейкхолдеров. Знаете, даже если этот проект не получил плановой доходности, прибыльности, возвратности инвестиций, но при этом очень высокий уровень удовлетворенности ключевых стейкхолдеров, я не говорю даже активных бенефициаров, а ключевых – это государства, окружающие, значит, привязанные к этому контрагенты, население, естественно, люди, то, в принципе, этот проект можно считать успешным. У нас иногда как бы немножко зацикливается на том, чтобы была прибыль, чтобы цена компании или бизнеса выросла. Это, конечно, все здорово, но это все условные достаточно понятия, поскольку если нормальный инвестиционный проект посчитать, их всех можно остановить. Они в большей части своей не отвечают инвестиционным требованиям. Но при этом все равно бизнес продолжается, люди вкладывают деньги, ищут наилучшие решения, поэтому задача – найти тот самый стержень удовлетворенности, понять, насколько инвестор способен, ну, скажем, точно описать степень своей удовлетворенности именно в рамках этого проекта и сделать эту работу качественно и эффективно. Вот в этом задача. Спасибо большое, Владимир. Друзья, если есть вопросы, напишите, пожалуйста, Владимиру. Еще три минутки с нами, если будут вопросы, вы ответите. Хочу подвести небольшой такой итог вашему высказыванию и передать слово второму спикеру. Просто, понимаете, оценка степени удовлетворенности, она включает в себя, получается, несколько факторов, в том числе как ценовые, так и неценовые показатели. Ну, мы говорили про финансовый, да, там, финансовый результат, прирост капитала, естественно, инвестиционные проекты. Этим и отличаются, что это работа с крупнейшим бизнесом, это с крупными проектами, которые приводят к превращению и увеличению капитала. Но, с другой стороны, есть же другие факторы, да, удовлетворенности инвестора. Их много. Вот об этом мы будем говорить в нашей программе, обучать наших слушателей, потому что это сегодня новые способы оценки эффективности бизнеса, в том числе инвестиционных проектов. Вопросов пока нет. Спасибо вам большое, Владимир, за участие. Да. А можно я Владимиру задам вопросы, пока он еще, так сказать, продолжается? Отлично, отлично. Спасибо большое, Александр Габриелов, наш преподаватель ведущий. Пожалуйста, ваш вопрос. Владимир, здравствуйте. Спасибо большое за интересный доклад. Вы, как всегда, на высоте. Да, у меня два вопроса. Первый, могли бы вы прокомментировать для наших слушателей, ну и для нас, какова область применения тех технологий, о которых вы рассказали. То есть, в первую очередь, для каких проектов, в каких отраслях это наиболее актуально сейчас. И второе, с учетом тех технологий, о которых вы говорили, очевидно или не очевидно, вот вопрос к вам, должна как-то измениться методология управления проектами или не должна. Соответственно, есть ли здесь какие-то изменения, и как это влияет на требования к компетенциям специалистов, которые в таких проектах должны быть задействованы. Спасибо. Большое спасибо. Вы, знаете, вот вы просто как бы точно угадали тренд, который надо будет рассказывать в течение двух лет. Собственно говоря, этот тренд называется реализация или управление строительными проектами, либо инвестиционно-строительными проектами с использованием технологий информационного моделирования. Вы знаете, очень много и часто говорят, что есть вот такая методика управления проектами, есть вот другая, agile или другие способы, которые, по сути дела, иными методиками не являются, они являются иным форматом коммуникации внутри проекта. А вот цифровое моделирование – это как раз, ну, я бы сказал, такое принципиальное разрушение существующей методики управления проектами. Я сейчас объясню, почему. И переход на совершенно новые рельсы. Дело в том, что классический проект, в том числе и строительный, чаще всего реализуется в дискретном формате, когда мы принимаем решение, потом бежим, делаем что-то, потом проверяем, соответствует ли это нашему плану, изменяем, опять-таки корректируем, не дай бог начинаем управлять стоимостью сроками, то есть его удлинять, удорожать, и потом этот процесс повторяется итерационно много раз. Так вот, сама философия управления проектами в области с использованием технологии информационного моделирования, она как раз предполагает одновременное участие всех участников проекта, извините за тавтологию, в выработке тех или иных решений. То есть это, по сути дела, моментальное реагирование на те изменения, которые происходят, поскольку они все время видят, что происходит в проекте. Мы называем это уже не дискретное, а перманентное управление проектом, когда каждое маленькое изменение может быть моментально изменено, моментально происходит реакция и моментально происходит изменение внутри управленческих процедур, которые там происходят. Это во-первых. Во-вторых, поскольку я, когда рассказываю об информационном моделировании, всегда показываю пример так называемой связи управленческих решений, поскольку каждое управленческое решение навсегда остается в информационной модели, Очень сильно повышается ответственность всех участников. Даже если вы через два года поняли, что какое-то решение было ошибочным, можно спокойно создать цепочку событий, таймлайн информационных документов и увидеть, где и когда кем было принято это решение и почему, кто его утвердил. Иными словами, уровень ответственности возрастает качественно и резко. А мы будем надеяться, что и это отразится на привлекательности инвестиционной сразу. Спасибо. Спасибо. А по отраслям, по типам проектов? По отраслям, вы знаете, если сегодня посмотреть на все отрасли с точки зрения цифровизации, то строительство, как и сельское хозяйство, как и некоторые другие, находятся в самом конце списка. И поэтому, в общем-то, для инвесторов это тоже небольшой риск, поскольку здесь может произойти только отраслевым способом. Мелкими предпринимателями такие процессы не реализуются, к сожалению. Поэтому это системный подход может быть в любом случае. Информационное моделирование используется во многих отраслях. Финтек, финансовые технологии, вы сами понимаете, там самый высший уровень. Банковская структура очень высоко. Разумеется, далеко ушли промышленные производства, индустриальных типов. Мы пока отстаем, но реальный эффект, я передам два слова, скажем, от гуру БИМ-технологий, который сказал, что реальный экономический эффект от внедрения БИМ-технологий будет только если мы начнем управлять жизненным циклом объекта недвижимости и снизим стоимость владения. А это макроэкономический эффект. То есть для инвестора, может быть, он не очевиден, а для крупных инвесторов долгосрочных он очевиден. Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Спасибо огромное. Владимир, спасибо большое. Ждем с вашими мастер-классами на нашей программе, потому что это безумно интересно. Спасибо огромное. Да, счастливо. Да, до свидания. Спасибо. Друзья, ну что, я передаю слово Александру. Мы с вами как педагоги, как преподаватели, как научные сотрудники университета, наверное, понимаем нашу глобальную ответственность перед будущим нашей экономики, потому что готовим специалистов. И сегодняшний мир показывает, как он меняется, и компетенции меняются. Вам слово, потому что про риски, про управление проектами, как это отразится в образовательной нашей системе. Спасибо, Наталья. Добрый день, участники нашего вебинара. Я сегодня коротко расскажу про свое видение того, какие тенденции сейчас есть в области цифровизации и автоматизации управления проектами, управления рисками, и как на эти тенденции, собственно, нужно отвечать в рамках образовательных программ и как мы стараемся это делать. Где-то лет пять или шесть назад, по-моему, на конференции по управлению проектами международной, которую в высшей школе экономики мы организовывали, один из докладчиков рассказал о новом документе, который называется «Атлас профессий», как мы тогда создали, по-моему, посадите в колку, если не ошибаюсь. И вот для менеджеров проектов, для специалистов в этой области там было две новости. Одна новость была плохая. Согласно прогнозу вот этого документа, этих аналитиков, такая профессия, как менеджер проекта или специалист по управлению проектами, ну, одна из первых в очереди на вымирание. Ну, пока жива, да, так скажем. Пока еще все-таки не видно, чтобы этот прогноз был реализован. А вторая новость была хорошая, и прогноз был хороший для нас, как специалистов, и он, на мой взгляд, сбывается. А он заключался в том, что, несмотря на, скажем так, отпадание необходимости в профессии специалист по управлению проектами, компетенции по проектному управлению будут ключевым требованием для специалистов широкого круга. То есть, может быть, как отдельный специалист менеджер проекта не нужен, ну, прогноз не оправдался, на мой взгляд, пока. А вот компетенции по управлению проектами нужны будут всем. И вот здесь как раз я вижу, что проектный менеджмент, может быть, не для таких крупных компаний, о которых говорил Владимир, а для компаний совершенно другого рода становится все больше и больше инструментом развития. То есть, они свои процессы, о которых также ранее говорилось, немножечко начинают переводить на рельсы проектного управления. Это совершенно не то управление проектное, классическое, с крупными проектами, инфраструктурными закупками и так далее. Это несколько другая часть. И вот такое изменение на рынке, очевидно, повлекло и ряд новых тенденций в области автоматизации, цифровизации. Ну, про одну из этих тенденций Владимир, как мне кажется, сказал, она связана с тем, что новые технологии ведут за собой изменение самого подхода парадигмы проектного менеджмента. Вот, ну, об этом он подробно рассказал, я думаю, на мастер-классах наших еще не раз светит эту тему. Вторая тенденция, как раз другая, это переход проектного управления на более низкие уровни, в более мелкие, гибкие, более дешевые, но тем не менее, все же очень стратегически важные проекты в области разработки новых продуктов, в области обучения и развития персонала, в области маркетинга, в области связи с общественностью и так далее. То есть во все эти сферы, в которых раньше проектное управление считалось как бы слишком громоздким для применения из-за небольшого объема реализуемых инициатив, сейчас становится, ну, не то что модным, а просто необходимым, создающим дополнительный эффект. И в связи с таким изменением структуры проектной деятельности в экономике вырос запрос на новые инструменты автоматизации и цифровизации проектной деятельности. То есть классические инструменты того же планирования и контроля проектов для таких небольших инициатив, но тем не менее, носящих характеристики проекта, они не очень эффективны и не очень применимы. В этом плане можно сказать, что акцент в развитии систем цифровизации и автоматизации проектного управления сместился, как метка нашего коллега Игоря Николаевича Царькова, доцент нашего кофе заметил, сместился с разработки модели ориентированных программ. То есть программы, которые ориентированы на построение модели проекта, углубление аналитики, моделирование, то, о чем Владимир говорил, оптимизация расписания бюджетов и так далее. С этого акцент смещается на разработку человекоориентированных технологий и управления проектами. То есть когда главная задача не столько детально описать и контролировать объект, который создается, сколько организовать вокруг его создания команду, коммуникацию, единое информационное пространство. Как раз BIM-технологии позволяют обе эти цели достичь, но все-таки они больше для крупных проектов. Поэтому тренд сегодня очевидный в программном обеспечении по управлению проектами связан с созданием легких продуктов, интуитивно понятных, доступных, позволяющих гибко организовать коммуникацию, удаленную работу, облачные технологии и так далее. Но несмотря на то, что кажется, что эти все программы достаточно легкие и простые, специалист по управлению проектами, даже работающих в таких гибких, быстро перестраивающихся командах, должен понимать, а что же ему от этого легкого и простого софта нужно. И самое главное, должен владеть широким набором и пониманием существующих не только классических, но и более современных, модных, если так можно выразиться, гибких технологий и, что сейчас уже следующее поколение, гибридных технологий. То есть он должен уметь выбирать те инструменты из всего спектра проектного менеджмента, которые есть, и подбирать под необходимый набор инструментов нужные программы, нужную систему автоматизации и так далее. Поскольку их огромное разнообразие, вот последний обзор, когда мы делали их уже на сотни идет счет подобных программ, у каждой есть свои изюминки, своя специфика, свои функции и так далее. Вот выбрать то, что подходит в каждой конкретной ситуации, это задача, ну, можно сказать, выпускников наших программ и молодых специалистов по управлению проектами. Что касается, теперь, что касается управления рисками. Здесь ситуация, на мой взгляд, складывается следующим образом. Большинство попыток автоматизировать управление рисками на текущий момент является попыткой автоматизировать отдельную функцию. Я сейчас не говорю про банки, я не говорю про страховые, я говорю про корпоративное управление рисками и корпоративные риски. В финансах там немножко по-другому, конечно. Так вот, идет попытка автоматизировать функцию управления рисками, цифровизировать ее, насытить каким-то базами данных, даже про искусственный интеллект сейчас говорят. Но все это происходит с таким посылом, что это отдельная функция, есть отдельные специалисты, которые этим занимаются. На мой взгляд, и, в общем-то, наверное, мировое сообщество риск-менеджеров пришло к пониманию, что управление рисками – это не отдельная функция. Управление рисками должно, чтобы оно было эффективным, быть инкорпорировано, интегрировано во все ключевые бизнес-процессы компании или проекта, поскольку реализация проекта – это тоже выполнение определенных процессов. И, на мой взгляд, перспектива развития автоматизации и цифровизации управления рисками не столько в том, чтобы создать какие-то качественные, классные, мощные продукты совершенно отдельные, сколько дорабатывать существующие системы автоматизации, которые используются в компаниях через призму управления рисками. Потому что часто обращаются с таким запросом, а вот что вы посоветуете нам, чтобы автоматизировать управление рисками, и мы хотим сейчас знаниями управлять и так далее. Люди думают о какой-то изолированной системе, в которой можно будет кому-то, каким-то отдельным специалистам работать. Все-таки, на мой взгляд, культура управления рисками должна у нас развиваться и дойти до того, чтобы каждый человек на своем рабочем месте выполнил свою функцию, задачу по проекту и так далее, мыслил критически через призму управления рисками и встраивал в свои бизнес-процессы, в свои процессы принятия решения, элементы риск-менеджмента. В этом плане задача цифровизации становится чуть более сложной, распределенной, но, тем не менее, для эффективного построения системы управления рисками, мне кажется, это необходимо. Теперь, как же подготовить людей, специалистов, которые будут способны во всем этом разбираться? Наша образовательная программа уже существует более 10 лет, даже 15 лет, наверное, и она постоянно эволюционирует. Эволюционирует, отвечает на запросы рынка. На текущий момент в чем это выражается? Специалист, чтобы ориентироваться в той цифровизации, которая сейчас происходит, должен обладать фундаментальными знаниями и навыками использования инструментов классических, новых, появляющихся, иметь способность выбирать подходящие под конкретную задачу. Поэтому традиционно в наших программах большой упор делается на эту фундаментальную часть и широту, кругозор. То есть мы не затачиваем под конкретные методики, пеймбоки и так далее, а даем всю полноту, всю картину, весь континуум инструментов, с которыми можно работать и с которыми необходимо выбирать. Вторая часть – это постоянные блоки, которые также видоизменяются у нас, связанные с автоматизацией, цифровизацией. Отдельные блоки у нас посвящены программам, так скажем, тяжелым, классическим, для крупных проектов, для длительных инициатив, капиталоемких. И отдельный блок у нас всегда есть про такие продукты более гибкие, которые буквально каждый год лидеры сменяются на этом направлении. Ну и постепенно мы пытаемся, соответственно, это все учитывать и доносить. И многое даже, наоборот, узнаем от студентов, поскольку они более активны, они работают в тех компаниях, которые создают эти продукты и первые начинают их использовать. Ну и, в общем, такая коллаборация, о которой сегодня тоже говорилось, происходит. Ну, пытаемся быть на пике вот этой волны. И эти тенденции, о которых я сегодня рассказал, как-то учитывать, использовать в нашей и практической, и академической деятельности. Вот. Ну, наверное, Наталья, у меня все. Если есть какие-то вопросы, то пожалуйста. Спасибо, Александр. Сейчас я проверю, есть ли вопросы от наших слушателей. Они могут писать, и мы сразу их увидим. У меня есть к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, в учебном процессе, получается, как вот конкретно наш студент, который уже поступит на нашу программу, он будет обучаться? Это в формате вот вашей именно лекции, ваше именно занятие. Потому что я сейчас заслушалась, и я, конечно, прекрасно понимаю, почему вы являетесь нашим ведущим преподавателем, потому что и практика, и фундаментальные знания соединены в одном. Вот как наш сегодняшний студент будет учиться вот у вас? Ну, смотрите, по-разному, по-разному, как я сказал. У нас есть и такие блоки, посвященные действительно инструментам мощным, тяжелым, которые требуются, если вы хотите участвовать в команде реализации крупных проектов. Ну, вот, может быть, BIM-технологии и мастер-классы Владимира усилят эту часть, да, таких мощных инструментов. То есть на каких-то курсах, например, моделирование рисков, это Примавера, Примавера-рисканализ, имитационное моделирование, аналитика, это вот пример тяжелых таких вещей. Ну, тяжелых в кавычках и в хорошем смысле. Вот. С другой стороны, есть, например, у нас курс цифровые инструменты управления проектами, там речь больше идет о бизнес-процессах, о том, как они должны выстраиваться, как они должны адаптироваться в бизнес-процессах, в том числе связанных с управлением проектом, как встраивать управление рисками в эти процессы. И там уже работа идет больше командная, больше такая итеративная, гибкая. Там ребята должны проявлять свои навыки и строения команд, и организации своей работы. И вот здесь как раз им могут помогать для выполнения проектов. Я говорю только про свой курс, но есть еще многие другие, где ребята должны выполнять собственные проекты. Там как раз им на помощь и приходят эти гибкие инструменты, да, поскольку, ну, учебный проект – это тоже проект гибкий, но требующий определенного управления. И то, как ребята эффективно справятся с этим, организуют свою команду, распределят ответственности, будут использовать разные инструменты, там, бандоски и так далее. От этого зависит их оценка. Ну, а в будущем их успешность как специалистов. Так что технологии совершенно разные у нас. Да, хорошо, спасибо. Тогда получается, правильно я понимаю, что у нас абсолютно практикоориентированная программа, и на вашем курсе непосредственно слушатель получает не только фундаментальные знания, но в том числе навык применения этих инструментов на практике? Да, конечно. У нас большинство курсов заканчивается либо какими-то практическими проектами, где студенты навыки отрабатывают, либо включают в себя занятия по освоению тех или иных инструментов, ну, если говорить про тяжелые, да, вот, например, буквально последний экзамен я принимал две недели назад, и там ребята сдавали, причем не внутри вышкинское, а внешнее тестирование по умению и владению навыками работы с такой системой, как Primavera Project Management. И на выходе большая часть из них получила сертификат внешне удостоверяющий, что в рамках нашего курса они освоили его настолько, что базовый уровень владения имеют. То есть на выходе они после окончания курса имеют практические навыки владения теми или иными инструментами, и на ради случаев это еще и подтверждено внешними сертификатами. Спасибо большое, Александр. Спасибо, слушатели не написали нам вопросы. Видимо, так все очень хорошо и понятно, но, по крайней мере, все будет в записи. Спасибо вам большое, что нашли время встретиться в нашей виртуальной коллаборации. И до встречи вживую уже в сентябре. Спасибо вам огромного, хорошего дня, Александр. Спасибо. Спасибо, до свидания. Да, счастливо. А я как раз расскажу немного о нашей программе. И сейчас включим презентацию. Отлично. Итак, друзья, я хочу немного вам представить магистрскую программу управления инвестиционными проектами. Как уже было сказано нашими коллегами, в принципе, программа существовала. Она по-разному называлась, и каждый раз она менялась в зависимости от требований рынка, аудитории и, в общем-то, потребностей сегодняшней мировой. На сегодняшний день программа абсолютно новая, то есть обновилась, обнулилась практически на 100%. Поэтому немного расскажу о наших конкурентных преимуществах и о том, что вы можете узнать на этой программе. Ну, конечно же, наша программа – это магистрская, два года, и направление – это менеджмент. Важно, что заказчикам данной программы разработка и активное участие и контроль качества нашей программы осуществляется Министерством финансов Российской Федерации. Это важно. Это говорит о том, что академический совет создан и контролируется полностью и процесс обучения, процесс внедрения, и практика предоставляется крупными лидерами бизнеса, где вы, слушатели нашей программы, можете проходить эту практику и в итоге получить все знания теоретически и опробировать на практике. То есть вы выйдете готовыми специалистами. Программа, соответственно, содержит и бюджетные места, и платные места. Основная миссия нашей программы – это способствовать росту эффективности управления капиталом российских компаний за счет эффективного управления проектами. Ну, наша целевая такая позиция, то есть выпускник, который выходит, это руководитель проектного офиса любого уровня, в том числе и государственного органа. И здесь такой микс навыков именно менеджмента, управления проектами и инвестициями. То есть это широкий спектр знаний, которые применяются и в органах государственного управления, и в среде и малопроизводственных предприятий, где реализуются инвестиционные проекты, консалтинговые компании в том числе. Наши преимущества. Конечно же, это уникальный профессорско-преподавательский состав, как вы сегодня уже смогли убедиться. Это наши эксперты, практики из бизнеса, потому что все-таки это заказ Министерства финансов. Есть большие возможности, есть большие ресурсы консультации внешних наших экспертов. С другой стороны, внутри вышки мы предоставляем наши возможности. Это ведущие профессора и специалисты в области... Меня слышно? Наушник упал, да? Которые в области управления проектами. То есть здесь у вас происходит компиляция управления проектами теоретические и практические. То есть все теоретические знания, которые мы получили как специалисты, мы все практики. То есть преподаем в университете, но одновременно у нас высокие знания в области практических применений всех этих компетенций. Этим мы делимся со своими студентами, со своими слушателями. Непосредственно я, как академический руководитель программы в вышке почти 20 лет, и я отвечаю за качество своих курсов. Многие студенты к нам поступают и знают меня лично. Поэтому, конечно же, для нас очень важно качество того процесса учебного, которого мы вам обещаем. С другой стороны, мне кажется, основным преимуществом программы является то, что вы будете проходить практику на местах компании. И у нас есть договоренность с нашими партнерами, где вы будете проходить практику, получать знания. И, по сути дела, по окончанию нашей программы вы уже выходите как готовый специалист. Структура учебного процесса. Вы подробнее у нас на сайте можете увидеть, но я хочу сказать крупными такими мазками. У нас существует абсолютно такое ядро общеобразовательных дисциплин, в которые совмещены офлайн и онлайн, конечно же, курсы. Потому что сегодняшняя ситуация, она такая очень интересная. И на самом деле это вполне удобно, когда вы дистанционно какие-то адаптационные курсы проходите. С другой стороны, вы уже вживую можете получить консультацию от этих преподавателей. И блок этих дисциплин уже представлен на слайде. На слайде вы можете изучить их. И в том числе вы можете на сайте посмотреть весь наш учебный план. Ну, в первую очередь, это методология исследования в менеджменте, стратегическое мышление и стратегический анализ. У нас потрясающий преподаватель по стратегическому мышлению Константинов. Это интересно, потому что мы меняем, по сути дела, сознание нашего слушателя. Сегодняшний новый специалист, который выходит из стен вышки, это тот человек, который умеет глобально мыслить, стратегически выстраивать систему своего мышления, принимать управленческие решения и брать на себя ответственность. По сути дела, ты лидер в своей области. Конечно же, это финансовый менеджмент, все финансовые инструменты по принятию управленческих решений на основании финансовой информации. Инвестиционный анализ, то есть критическое мышление в области инвестиций, то есть какой портфель инвестиций сегодня сформулировать. Ну, в общем, я могу об этом говорить бесконечно. У нас 16 числа более подробная будет встреча с вами в 16 июля, в 16.00. Приходите и можете задавать вопросы по программе и по поступлению. Также у нас будет еще вариативная часть, тогда курсы, которые вы можете выбирать по выбору. Соответственно, сегодняшний специалист, это, в конце концов, навыки soft skills. Вы управляете командой, управляете людьми. А сегодня управление талантами, это архиважно. В общем-то, в людях в основном вся наша ценность и эффективность. Как найти их мотивацию? Как руководить ими, чтобы ваш был проект эффективен? Вот об этом как раз навыки soft skills и управления командой. В том числе инновации и различные отраслевые особенности в управлении проектом. Ну и достаточно большой пул – это маркетинг, бизнес в том числе. То есть это все вы тоже можете выбирать, то, что для вас наиболее интересно. Ну и мы вообще здесь молодая интересная команда, поэтому готовы мастер-классы любые делать, потому что специалисты растут, новое что-то появляется, и мы очень быстро реагируем на эти изменения. В вышке есть все возможности для того, чтобы пригласить интересных людей, интересных специалистов и поделиться этими знаниями с вами. Практика и семинары, но я уже об этом говорила. То есть практическая часть, у нас практика-ориентированная программа. Вы все полученные теоретические знания будете опробировать на практике в рамках проектных семинаров и в рамках той практики, о которой мы говорили. Консалтинговые проекты будут, то есть работа с бизнесом и работа с живыми кейсами. То есть работа через кейсы – это тоже одно из таких инноваций в области нашего системы обучения и образования на нашей программе. Прием. В 2020 году у нас есть бюджетных 20 мест и 20 мест платных. Стоимость 403 тысячи рублей и обязательно вступительные испытания. Состоит из двух блоков. Это GMAT на русском языке и портфолио. Портфолио вы уже сейчас загружаете с 20 июня. Вы должны загрузить, поэтому заходите. Информация для абитуриентов представлена и перечень всех документов там есть. Вопросы, которые вы можете задать. Конечно же, наша Гарманова Екатерина Николаевна, менеджер программы, она все знает про наши документы, про особенности. И на нашем сайте есть вопросы-ответы. Вы там можете тоже, кстати, посмотреть и найти то, что вас интересует. Если не найдете ответов, пишите нам на почту. Я академический руководитель программы Шпилова Наталья Петровна и Кагарманова Екатерина Николаевна, менеджер нашей программы. Но мы еще с вами 16 числа встречаемся также на прямом эфире и будем рады вашим вопросам. Я сейчас проверяю нашу страничку. Есть ли от вас вопросы или какие-то реакции? Пока ничего не вижу, но надеюсь, вам было интересно с нами. Вы записываетесь на нашу программу и вас ждет безумно интересные два года. Это, конечно же, вышка. Это особые люди. Это особая атмосфера. Это причастность к великому и к новому. Мы вас ждем. Всего хорошего. Продолжение следует...